Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию. Глав внешнеполитических ведомств России и Филиппин просьба занимать делегацией свои места. Дамы и господа, переговоры с моим филиппинским коллегой Перфекту Ясаем прошли в конструктивном и доверительном ключе. Мы предметно поговорили по широкому спектру опросов в двусторонней повестке дня по международным делам. В июне наше государство отметили знаменательную дату 40-летия установления дипломатических отношений. Сегодня Филиппины перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом шла речь на встрече наших президентов, которая состоялась 19 сентября на полях, совсем недавно на полях саммита ОТЭС в Лиме. И мы сегодня обстоятельно рассмотрели перспективы наших двусторонних отношений в русле тех итогов, которые были достигнуты на этом контакте президентов Путина и Дутерты. В любом случае, мы сегодня констатировали настрой на активизацию политического диалога, в том числе на самом высоком уровне, также по Мешмидовской линии, констатировали настрой на развитие межпарламентских, культурных, гуманитарных обменов, контактов по линии Советов безопасности двух стран, которые уже планируются. Мы отметили особое значение расширения связей в сфере торговли и инвестиций. Этому должно способствовать создание, в прошлом году такое решение было принято, межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. И на следующей неделе уже состоится встреча с сопредседателем этой комиссии. Проявлен интерес к расширению связей в таких областях, как сельское хозяйство, рыболовство, транспорт, энергетика, телекоммуникации, совместные усилия по снижению опасности и преодолению последствий стихийных и техногенных катастроф, образование, правоохранительное сотрудничество, включая укрепление его договорно-правовой базы, здравоохранение, трудовая миграция, подготовка кадров, связи между университетами, культурные обмены, фестивали, центры изучения русского языка, которые на Филиппинах создаются, показывают, в целом ряде университетов Филиппин, такие центры сейчас учреждаются, показывают растущий интерес филиппинской молодежи к изучению русского языка. И говорили о том, как стимулировать потоки туристов в обоих направлениях. Мы подтвердили заинтересованность наращивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. Россия готова принимать соответствующих филиппинских сотрудников правоохранительных органов для повышения их квалификации. И условились ускорить проработку находящихся на рассмотрении сторон целого ряда договорно-правовых актов, подписание которых способствовало бы продвижению сотрудничества в различных областях, в том числе в тех, которые были мной перечислены. И в этом контексте мы уделили внимание конкретным аспектам, которые должны быть урегулированы для того, чтобы можно было реализовать приглашения, переданные президентом Путиным, президенту Дутерте, посетить в будущем году Россию с визитом. По международным и региональным вопросам мы договорились укреплять нашу координацию в рамках Организации Объединенных Наций в других многосторонних форматах. Мы высоко ценим сотрудничество между Россией и ОСЕАН. В мае этого года состоялся очередной саммит. Глав государств России и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии он проходил в Сочи, завершился весьма знаменательными результатами. В будущем году Филиппины будут председательствовать в ОСЕАН, и мы рассчитываем на плодотворные контакты с Манилой, равно как и на тесные взаимодействия в других форматах, где ОСЕАН играет ведущую роль, таких как Восточно-Азиатские саммиты, Региональный форум по безопасности, Совет министров обороны, ОСЕАН плюс партнеры. Ну и мы также будем взаимодействовать в контексте ОТЭС, в контексте других структур, которые работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы сегодня обменялись мнениями о том, как способствовать укреплению региональной безопасности, способствовать тому, чтобы архитектура, сотрудничество в этом регионе не была лоскутной, а опиралась на механизмы обеспечения равной неделимой безопасности, которая основывалась бы на внеблоковых подходах и на принципах уважения международного права. Я считаю, что переговоры были весьма и весьма полезными. Признателен моему коллеге Перфекто Виссаю за сотрудничество и уверен, что по итогам этих переговоров мы сможем продвинуть в практическом плане развития наших отношений. Благодарю вас, министр Сергей Лавров, за тёплые слова, приветствия за тёплое госпитальство, оказанное мне и членам моей делегации. Для меня огромное удовольствие быть в Москве и обсуждать с Министерством и странных зол России широкий спектр вопросов нашей двусторонней повестки дня. Министр обороны Филиппин также находится в Москве, и он проведёт отдельные встречи с представителями Министерства обороны России. Я впервые приехал в Россию, и с учётом этого хотел бы подчеркнуть, что такое взаимодействие является частью неизменных усилий, направленных на укрепление двусторонних взаимоотношений между Россией и Филиппинами. Мы отталкиваемся от достижений моих предшественников, в таких как бывшего министра иностранных дел Филиппина, который приехал в Россию в 2005 году, а затем Лаберто Лосарио, ещё один министр иностранных дел Филиппин, приехал в Россию в 2012 году. В ходе этих визитов были достигнуты существенные договорённости. Мы встречаемся незадолго после встречи на уровне президентов, в рамках которой была достигнута договорённость наращивать взаимодействие в области продвижения двусторонних контактов. Сегодня мы подробно обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, обсудили те направления, в рамках которых мы могли бы создавать преимущества для обеих стран. Мы согласились активизировать наше взаимодействие на прочных нормативно-правовых рамках, на основе документов, которые бы соответствовали принципам международного права, в особенности Устава ООН. Мы обсудили возможность активизации наших усилий по завершению работы над целым рядом договоров, которые бы стали частью того фундамента, который был бы лежал в основе дальнейшего продвижения нашего взаимодействия. Здесь речь идёт о культурных, образовательных обменах, развитии экономического сотрудничества, обеспечении безопасности для борьбы с незаконной торговлей наркотиками, взаимное оказание юридической помощи, обмен разведданными и защита информацией. Мы приняли решение полностью задействовать существующие механизмы двусторонних консультаций, в первую очередь, совместную комиссию в области торговли и экономического сотрудничества. Я также выразил определённые беспокойности Филиппин и благодарю министру Лаврову за тёплый приём, который получают наши граждане в России. Мы обсудили вопросы региональной и международной повестки дня. Благодарю министру Лаврову за то, что он в открытом ключе поделился соображениями России в отношении этих вопросов. Воспользовался возможностью и рассказал министру Лаврову о наших приоритетах в рамках председательства Филиппин в Ассиан в 2017 году. Благодарю его за его поддержку, оказанную нашему председательству, за его готовность работать с нами. И хотел бы также поприветствовать, пригласить его в Филиппины, для того, чтобы он активно принял участие в наших встречах. Мы обсудили вопросы, касающиеся Азиат-Катхианского региона. Мы согласились взаимодействовать, сообща во имя мира, стабильности и процветания этого региона. Я также сказал министру Лаврову, что Филиппины высоко оценивают и поддерживают российскую политику, направленную на уделение более пристального внимания Азиатко-Катхианскому региону. Это происходит в то время, когда Филиппины также предпринимают все необходимые усилия для активизации нашего взаимодействия. Филиппинский акцент на взаимодействие с Россией совпал с российской интересованностью продвигать взаимодействие со странами Азиатко-Катхианского региона. Я впервые приехал в Россию, но я надеюсь, что я приеду сюда снова. Благодарю вас. Переходим к вопросам. И первый вопрос представляется филиппинским средствам массовой информации. Пожалуйста. Добрый день всем. Задаю вопрос обоим министрам. Рассматривались вопросы закупки военного оборудования в России и планируют ли они участвовать в каком-либо военном альянсе вместе с Россией? Конечно же, мы рассматриваем возможность активизации сотрудничества с Россией, в том числе в области обороны и безопасности. Но мы не обсуждали вопросы участия в каких-либо военных альянсах. Мы не заинтересованы на данной этапе участвовать в каких-либо таких военных альянсах. Я думаю, что мы оба уверены в том, что вряд ли эта идея сработает в таком регионе. Благодарю вас. У нас, как вы уже, наверное, слышали из выступлений, которые мы только что сделали, развивается и военное сотрудничество, и контакты военно-технического характера. В сентябре этого года, кстати, делегация «Филиппин» участвовала в международном армейском форуме «Армия-2016», могла ознакомиться с образцами российской военной продукции. И к некоторым образцам, как я понимаю, был проявлен интерес. У нас есть и опыт заходов военных кораблей наших стран в порты друг друга. И, как сказал господин министр, министр обороны Филиппин, господин Лоренцо, в настоящее время тоже находится в Москве. У него запланированы встречи в Министерстве обороны и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Мы считаем это абсолютно нормальными, перспективными направлениями взаимодействия. У нас такие связи есть с большинством стран региона, включая большинство стран асян. Но что касается военных альянсов, военных блоков, мы принципиально выступаем за то, чтобы вопросы безопасности в Азиаско-Тихоокеанском регионе решались на внеблоковой основе, а на универсальной основе, когда все страны региона ощущают, что есть договоренности, надежно обеспечивающие равную и неделимую безопасность для каждой из них. Пожалуйста, телеканал «Дождь». Здравствуйте, Роменский Владимир. У меня вопрос к каждому из министров. В октябре в аэропорту Манилы был задержан российский гражданин Юрий Кирдюшкин. Его обвиняют в том, что он провозил большую достаточно партию кокаина. И 28 ноября была задержана тоже гражданинка России, летевшая из Красноярска, я скажу, как ее зовут, Анастасия Новопашина. Обсуждался ли этот вопрос и при каких условиях возможно возвращение этих российских граждан на родину, в том числе, если в суде будет доказана их вина? Спасибо. Этот вопрос обсуждался. Мы всегда обсуждаем с нашими партнерами вопросы о тех российских гражданах, которые находятся в нестандартных ситуациях. В данном случае они действительно оба наших гражданина, обвиняются в контрабанде значительных объемов наркотиков. И мы находимся, наше посольство находится в контакте с правоохранительными органами Филиппин. Рассчитываем на беспристрастное расследование. Мы понимаем, что на Филиппинах есть законы, которые нужно уважать. И постоянно на своих сайтах наши загранучреждения, как и Министерство иностранных дел, предупреждаем всех, кто собирается путешествовать, что нужно внимательно изучить законы принимающего государства. Тем более, что если действительно речь идет о наркотиках, если это будет доказано, то учесть запрет на провоз наркотиков несложно, потому что он универсальный, действует во всем мире. Мы, повторю еще раз, внимательно следим за ходом расследования, рассчитываем на его беспристрастность. Мы поблагодарили наших партнеров за то, что к нашим гражданам обеспечивается консульский доступ, и он будет и далее предоставляться. Будем информировать средства массовой информации о каких-то новых развитиях в этом вопросе. Действительно, мы тесно взаимодействуем с консульским учреждением России в Филиппинах. По этому вопросу я заверил министра иностранных дел, что в рамках нашей системы уголовного правосудия, даже если мы обвиняем людей за совершение каких-то преступлений, все до последнего считаются невиновными. То есть существует презумпция невиновности, и это является основополагающим принципом в нашей стране. Я заверил министра иностранных дел в том, что все, кто находится под следствием, будут находиться под справедливым следствием, все их права будут соблюдены, и надлежащая процедура будет соблюдаться в отношении и к российским гражданам. На данный момент мы завершаем наше расследование по этому вопросу. Мы будем делиться всей необходимой информацией с дипломатами, российскими дипломатами на Филиппинах. Хотим заверить вас в том, что обвиняемые получат справедливое отношение к себе. Ну, конечно же, все без исключения должны отвечать за нарушения законов. Так работа система уголовного правосудия. Мы должны уважать внутренние процедуры, наше законодательство. Так же, как и филиппинцы соблюдают законы других стран, когда они отправляются в эти страны. Мы убеждены в том, что справедливость в этом вопросе возобладает. Благодарю вас. Следующий вопрос. Пожалуйста, ФБ. Сергей Викторович, это агентство Францпресс. Скажите, пожалуйста, сегодня в Нью-Йорке Совет Безопасности должен рассматривать проект резолюции по Алеппо, который предлагает как минимум семидневное прекращение огня всеми сторонами. Ну, и некоторые другие еще аспекты есть. Поддержит ли Россия этот проект резолюции? Я начну несколько с другого события. Как мы объявили в прошлую субботу, 3 декабря, сейчас по предложению Соединенных Штатов в Женеве начинается работа российских и американских экспертов по проблеме восточного Алеппо. Целью этой работы является полный вывод всех боевиков из восточной части города. В пользу чего, как вы знаете, Россия давно выступала. На эту же тему был, кстати, и план специального посланника ООН Демистуры. В ходе российско-американских консультаций будут согласовываться конкретные маршруты и сроки выхода, повторю, всех боевиков из восточного Алеппо. И как только такие маршруты и сроки будут согласованы, вступит в силу режим прекращения огня с тем, чтобы приступить к эвакуации этих боевых отрядов. Если российско-американское взаимодействие по этим вопросам даст результат, а у нас есть все основания полагать, что так оно и будет, то тем самым проблема восточного Алеппо будет решена эффективно, обеспечив освобождение города от экстремистов и прочих боевиков, обеспечив при этом безопасность мирных граждан и бесперебойные доставки гуманитарной помощи и в целом нормализацию там обстановки, нормализацию жизни. Поэтому, теперь переходя к проекту, о котором вы спросили, в этих условиях этот проект ставить на голосование, ну было бы, я считаю, контрпродуктивно, поскольку шло бы вразрез с теми подходами, которые сейчас согласовываются между Москвой и Вашингтоном в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии. Объясню, в чем проблема. В этом проекте речь идет совсем не об уходе боевиков, а о немедленном прекращении огня. Причем к боевикам не предъявляется никаких требований. Призыв к немедленному прекращению огня, тогда как боевикам в Восточном Алеппе отводится 10 суток, это немалый срок, чтобы определиться, готовы ли они стать частью режима перемирия или нет. У нас отсутствуют какие-то сомнения, учитывая опыт предыдущих пауз в боевых действиях, что 10-дневная передышка такого рода, которую боевикам так щедро хотели бы предоставить энтузиасты проекта резолюции, была бы точно использована для перегруппировки и пополнения сил и средств экстремистов, и тем самым затруднило бы освобождение от них Восточного Алеппы, лишь продлевая страдания людей. Поэтому, с учетом всех аспектов, с учетом нынешнего развития событий, упомянутый проект резолюции, на фоне российско-американской инициативы является, по большому счету, провокационным шагом, который подрывает российско-американские усилия. И если те, кого больше заботят недостижение договоренности о выводе боевиков из Алеппо, а их сохранение в Алеппо, если они все же решатся поставить этот проект на голосование, мы будем исходить из изложенной выше позиции. И завершающий вопрос. Пожалуйста, телеканал «Роша Тодей». Добрый день. Ариш Мухаммед Арте. Тоже по Сирии. Вопрос Сергей Викторович. Вооруженные группировки оппозиции заявили о своем отказе Вашингтону попадать в восточные кварталы Алеппо. Как Москва трактует подобный отказ боевиков, учитывая поступательное сокращение подконтрольных боевикам территорий в этом городе, а также наметившиеся новые витки переговоров урегулирования по сирийскому вопросу между США и Москвой, США и Россией с одной стороны, а также переговоров Москвы и повстанцев при посредничестве Анкары и отсутствии Вашингтона в США. И хотелось узнать подробности, если можно, того предложения, которое вам передал Джон Керри в Риме по поводу Сирии. Если можно. Спасибо. Про это предложение я только что сказал. Оно касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из восточного Алеппо всех, без исключения боевиков. Поэтому те вооруженные группировки, о которых вы упомянули вначале, и которые откажутся покидать восточное Алеппо, ну они, значит, будут приравнены просто к террористам, и не желая уйти из восточного Алеппо, они тем самым продолжат вооруженную борьбу. Ну и будем обращаться с ними как с таковыми, как с террористами, экстремистами, будем поддерживать операцию сирийской армии против такого рода бандитских отрядов. Повторю еще раз. Мы исходим из того, что американцы, когда они выдвинули свою инициативу о необходимости для всех, всех боевиков уйти из восточного Алеппо, что они при этом отдавали себе отчет, каких шагов это потребует от них и от их союзников, которые влияют на засевших в восточном Алеппо боевиков. Поэтому мы были готовы и сегодня уже в Женееве встречаться. Американцы попросили на день-полтора отложить наши консультации. Они, скорее всего, начнутся завтра вечером или в среду утром. Но рассчитываю, что такая отсрочка, о которой попросил Вашингтон, будет использована для того, чтобы задействовать все каналы в целях реализации задачи убрать всех боевиков из восточного Алеппо. И это включает в себя, конечно, и методы убеждения, надеюсь, они есть у американцев и у их союзников, методы убеждения вооруженных группировок в том, что оставаться в восточном Алеппо им не надо. Это не в их интересах. Уважаемые коллеги, на этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо за участие. Спасибо. 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 Спасибо.